Версты строк приходится верстать, размашаться, отщелкивать страницы, а было время, только береста свивалась в туесок, в духовную креницу. И жизнь в годах, уже в десятилетиях, незримо пишется и не для обозрения, проявится не только в нас, но и в детях, намного дольше нашего истления. Верстаем в памяти ушедшие услады, молитвы, встречи, праздничных собраний, не те вегетарианцы, кто жуют салаты, но не сожравшие ни одного из братьев. История действительно одна, ее перетолковывать не нужно, как под копирку в нас она видна, когда со зрением и с памятью мы дружим. Переосмыслить многое придется, переоценку дать тому, что было, а многом-многом пожалеем слезно, и оживет все то, что стало пылью. Когда и как подвигнулись к Христу, чем отплатили за его услуги? Особо ярко высветит версту, где благовестием распахано, как плугом. Верстается страница и во сне. С трудом прочитывается даже и при солнце. Заливка темная, но может покраснеть, а разберешься — никаком в том пользы. Так, на какой версте пока что дышим, в известиях последних захлебнувшись? План протоколов возвещают с крыши, а по количеству торца в наши души. Наверстать упущенное очень трудно. Без покаяния и вовсе невозможно. Отверст на перстах ангельские трубы уже звучат и наполняют дрожью. 5 февраля 2006 года